Брезентовая куртка, папка, карты, пишущая машинка. Эти вещи принадлежали ученому с мировым именем Пензенцу Ивану Ивановичу Спрыгину. А вот такие растения доктор биологических наук собирал лично еще в 19 веке в окрестностях города. Изначально гербарий хранился в Пензском крывеческом музее и в 1909 году был передан крывеческому музею. Со временем он пополнялся и не раз менял свою принадлежность. То есть он относился и к ботаническому засаду, и к Средневоложскому заповеднику. Но в конечном итоге он был передан Пензенскому государственному педагогическому институту. Гербарий, который предоставили сотрудники высшего учебного заведения, это часть большой выставки. Она посвящена 150-летию со дня рождения исследователя. На открытии экспозиции в крывеческий музей пригласили экологов, членов местного отделения Русского географического общества, студентов, ученых-последователей Спрыгина. Самое главное его труды. У него вышла 41 работа при жизни, а 17 работ мы издали после. Мы издали вместе с его дочерью Людмилой Ивановной Спрыгиной. Специально к открытию экспозиции приурочили церемонию гашения почтового конверта. На нем изображен известный ученый. Это инициатива педагогических пилотелистов с участием Русского географического общества. У нас есть почтовые штемпеля, уже есть. Это гордимся своими земляками. Пенза моя родина. И новый штемпель у нас есть. Их имена в истории Пензы. Вот этими штемпелями мы будем гасить вот этот новый почтовый конверт. Давайте. О, молодцы. Молодцы. Так, а я теперь добавлю сюда вот и свою. Свои пять копеек тоже добавлю. Внести. Кстати, сам Иван Спрыгин также увлекался филотелией. Коллекционировал царские и советские марки, конверты, открытки.